Монеты FIFA Ultimate Team, а также учетные записи Xbox и PlayStation с монетами вы можете приобрести у Димы Кривенко. Качественное обслуживание, доступные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, чуваки, с вами PandaFX. Мы продолжаем наш проект FIFA Points Only. Как вы помните, в прошлом выпуске у нас выпал Ракитич, который не подходит к нам по сыгранности. Но этот парень помог Барсе выиграть Лигу Чемпионов, поэтому, собственно, давайте же его поставим. Потому что нам поможет выиграть девятый дивизион. Карточка, к сожалению, не мотан. К большущему сожалению. Но я обычно, надеюсь, тоже будет тащить. Так, сыгранность еще хуже стала. Ну ладно, еще во втором матче выпустим Паэта. В прошлом выпуске я вас попросил придумать правила, которые поможут разнообразить нам игру. Допустим, если я проиграю, то я убираю из состава одного игрока. Как это будет, вы узнаете тогда, когда, собственно, мы проиграем. А пока давайте найдем нашего первого соперника. Итак, соперник найден. ФК Аякс. Команда называется... Пиздавики. Замечательно. Я понял, как он будет играть, чуваки. Я понял. Будет бегать по флангу, вешать на дубью, серьезно. Давай, 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 давай. Наготома, красавец. Отлично сыграл Наготома. Лаказета, отрывайся от всех. Давайте насосем. Не получилось насосать, но вот здесь надо забивать. 1-0. Лаказета, красавец. Воу-воу-воу-воу. Харт, хард, молодец, тащит. Вот это было сейчас очень опасно. Так, Ракитич, Ракитич. Выходит 1 на 1. Блин. Пока что Ракитич вроде как нормально играет. Как бы видно, что парень старается, но... Нету результата от этого всего. Так, вот сейчас Ракитич классно сыграл. Посмотрите, он вернулся в защиту. В защите он, конечно, сейчас показался мне более полезным, чем в атаке. Так, Ракитичич на кондокбю, кондокбю, аутар кондокбю. Опасно. Ну, заебись, ну, заебись. Он решил с центра поля пробежать. Нет, парни, нет. Харт! Какого хуя ты творишь, блядь? Ну, в ближний угол, блядь. Ну, мяч летел, посмотрите, как слабо. Так, Рональдинио. Рональдинио. Рональд... Ну, Рональдинио, да твою мать! Я не знаю, чуваки, но он должен был тут забивать. Надо аккуратно, ну, аккуратно. О, Рональдинио, хуя себе, вот это было круто. Это было круто. Рональдинио, замах. Рональдинио, обводка. Рональдинио, гол! На нахуй, блядь. В лучших традициях действительно настоящего Рональдинио сейчас сыграл у нас Эрнандес. И забивает второй голец. Все, попраздновали, берем мяч и бежим назад. Давайте тоже сделаем замены, выпустим нашего легендарного Фрукта вместо... Не знаю, давайте вместо Лаказета, раз Эрнандес забил, пусть играет. И выпустим Пайета вместо Ракитича. Фрукт. Все мы знаем его охуительные локшоты! Неплохой удар. Неплохой удар от Фрукта. Так, Пайет. Пайет. Эй, эй, штрафной там должен быть, но Пайет ударит. Охуительный удар. О-хо-хо! Штанга! Ебать, вот это мукшот от Пайета, чуваки! Так, здесь может еще один забивать Рональдинио у нас. Два, ээ, два, эй, два, один, хотел сказать. Три-один! Так, Думбьяк каким-то хером здесь оказался. Блядь! Нет, 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 парни, я не хочу пропускать на последней минуте, нет! Только нет, а Варан молодец, Варан молодец. Баста, Баста, пожалуйста, или кто это был? Я не знаю, кто это был. Пять минут добавил судья. Да твою мать, почему так много судья? Почему так много? Давайте еще одну атаку попробуем. О, боже, Наготома, Наготома! Казахский бродяга, что ты делаешь? Баста. Баста на Киреева. Так, Киреев, давайте его так вот сделаем. Нет, плохо, 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 Киреев. Все, 2-3. 3-2, чуваки, побеждаем. Харт, хуй ты радуешься, блядь? Два ебанутых голубь. Блин, смотри, ну ебаната, блядь, сквозь сетку полез, блядь. Радуется как ебанутый, как будто он что-то внес в эту победу, блядь. Итак, чуваки, давайте введем такое некое мини-правило, которое допускает нам открыть пак за 15 тысяч, если он присутствует. Бывают моменты, когда их нет, но сейчас они есть, сейчас нам может выпасть какой-нибудь тотс, поэтому давайте откроем пак за 15 тысяч монет. 300 FIFA поинтсов, поехали. 300 FIFA поинтсов. И смотрим, что нам тут выпадет, и тут нам выпадает Кабелла, блядь. Ну у нас ЦАМ уже есть, ну твою мать. Блин, над ЦАМ у нас уже два игрока стоит, я не знаю, куда столько ЦАМа вдевать, а с СЗшниками у нас все плохо, поэтому Рэйд, добро пожаловать к нам в клуб, а Кабелла... Сори, братан, сори, мест нету. И Рэйд приходит к нам вместо Мэйры. Мэйра, до свидания, и у Харта появляется хоть какая-то сыгранность. Итак, второй соперник на сегодня, команда называется АХЭЛНОУ. Ага, Икарди, Зарате, в общем, какой-то такой интересный гибридец, впервые вижу вообще в нападении эту связку. Мало кто использует таких средних нападающих. Окей, хорошо, поехали, такой дешевенький гибрид. Так, я уже чувствую какие-то лаги, чё-то, надеюсь, это временная хуня, Лакозетта, удар с дальней дистанции! Ебать, какой лонгшот от Лакозетта залетает! 1-0, первая минута, ебать! Вот это король лонгшотов. Ну, это я про себя, а не про Лакозетта. Лакозетта просто замах, удары! Охуеть, 1-0, первая минута. Я такого развития событий, честно, не ожидал вообще. О нет, о нет, это может быть привоз, это может быть привоз! Ааа, какой же я дурак! Так, сам себе привёз, смотрите, чё я делаю, долбоёк! Ну, тут я виноват, да, здесь никого обвинять не буду. Как всё хорошо началось, так всё быстро и закончилось. Шестая минута, 1-1, окей. Ля Козетта давайте ещё один лонгшот попробуем. Ну, рядом, рядом. Наготома в штрафной. Наготома, просто хороший пас, просто хороший! Да что с вами не так, блядь? Ни один игрок нормально пас дать не может. Все куда-то в анус куда-то дают. Так, рейд получает у нас жёлтую карточку. Вот такой дебют у нас у центрального защитника уже получает жёлтую карточку в первом матче. Окей. Нет, нет, пожалуйста, остановите кто-нибудь. Не-не-не, стой, 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 нет! Выноси! Рональдинио выходит 1-1, Рональдинио! 1-2! Красавец! Блин, Рональдинио вообще тащит. Посмотрите, сколько голов он забивает у нас уже на протяжении двух матчей. Три-четыре гол он уже точно забил. Так, Баста у ничья. Я не знаю, почему Баста. Ай! Ла Козетта всё очень неплохо сделал. Ну вот, последнее движение какое-то такое получилось так себешное. Так, Рональдинио. Рональдинио на Ла Козетта. Ла Козетта решай! 3-1! Вот так вот соперник-то у нас поплыл. Нет, нет, нет! Тут офсайд! Ну офсайд же был! Нет! Вот сука, блядь! 2-3! 2-3! Я не понимаю, почему так легко мы пропускаем? Этот хард заебал. Ну зачем он выбегал? Я не нажимал кнопку выбежать. Он сам побежал. Ебаната, кусок, блядь. 3-2! Вот я сыграл два матча Рокища. Могу сказать однозначно, что поэт мне нравится больше. И опять какой провал? Ну какой провал в защите, чуваки? Посмотрите! Просто пиздец, чуваки! Просто пиздец, блядь! 2, блядь, каких-то супер пасса, блядь, мои защитники отсасывают. 2 абсолютно одинаковых гола забивает мне соперник, блядь. С центра поля. У него выходит еще и Сталич. Заебись. Давай Рональдинио, пожалуйста, решай. Решай, Рональдинио! Почему у меня так не получилось? Посмотрите, опять, блядь! Опять с центра поля пасс! Да что такое? Что это такое, блядь? Блядь, где нахуй, блядь? Супер! Я не знаю, что это за пиздец. Он забил 3 гола, просто дав пас с центра поля, блядь. И просто, блядь, мои защитники расступаются перед ним. Выигрывал 3-1, блядь. 3-1, сука, выигрывал. Как такое произошло? Я не знаю. Давай Лакозет, Лакозет. Оффсайд, сука! Смотрите, опять такой же гол, блядь, сейчас будет. Опять такой же гол, да? Я не знаю, что я говорю, чуваки. Я не знаю. Это просто пиздец какой-то, блядь. Пришел рейд, и все, и пизда, блядь, моему центру, блядь. Посмотрите, как все просто. Иди нахуй, блядь, старичь. Ебаный стыд, ебаный стыд. Как такое, блядь, получилось? Как? 3-1 выигрывал. 3-1 выигрывал, блядь. 5 в створ, 5 голов. Все удары в створ у него завершались голом. Замечательно. У меня 8 ударов, 3 гола. Замечательно. Великолепно. Давайте сделаем анализ матча. Окей, тут красивый гол от Лаказета. Окей. Второй гол я тут сам себе привез. Окей. Тупой, глупый, дебильный гол. Сам себе привез. Смотрим его голы, блядь. Просто с центра поля пас дает чувак. Посмотрите. Просто пас с центра поля. Никакого офсайда нету. Ну, это я говорю не с сарказмом. Действительно, офсайда не было. И посмотрите, что он просто бежит. Просто пробегает мимо голкипера. Эти уебаны, я их рот ебал. Кто там занимается вот этой хуйной? Я ваш рот ебал. Если вы меня смотрите, знайте всю вашу контору в рот ебал. Все помнят, в 14 фе такого невозможно было сделать. Если вы убегали, голкипер действовал разумом. То есть он ложился и отбирал ничьи. Тут же голкиперы просто бегут мимо. Смотрите на Харта. Посмотрите, что он делает. Что это такое? Это ум, это логика, это разум. Он просто бежит вперед. Просто бежит вперед. Отлично. Интеллект сотый левел. Идем дальше. Икарди. Опять же пас с центра поля, блядь. Опять тот же пас с центра поля. Так же игрок бежит, 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 бежит. Дает пас. И тут все. Харт опять ничего не может сделать. То есть два абсолютно одинаковых дебильных гола. Я не знаю, что делали мои защитники. Варан два раза проебланился. Смотрите. Да. И что первый, что второй раз. Варан проебланился. Третий гол. Смотрим. Опять, блядь, пас. Просто... Ну, здесь уже не с центра поля. Здесь уже на моей половине поля. Просто пас. Он бежит, бежит, бежит. И просто пробегает мимо голкипера. Посмотрите на этот безумный интеллект. Я не знаю. Потом я забиваю со сайта. Потом еще один гол с центра поля. Блядь, абсолютно одинаковые голы. Один и тот же сценарий, блядь. Опять, блядь. Пас с центра поля. Игрок просто отрывается. И все. Ну, это пиздец. Это реальный симулятор футбола. Вот так вот и живем, чуваки. Вот так вот и живем. Пять ударов, пять в стор. Все голы абсолютно одинаковые. Хардс и все член. Выиграем 3-1 и проиграем 5-3. Я не знаю. У меня это в голове все не укладывается. Я не знаю, как у вас. Но у меня просто сейчас будет просто пиздец. Ну, что, чуваки. Как я и говорил, новые правила входят к нам в игру. У меня есть коробка от моего нового геймпада. И я сюда накидал всех моих игроков, которые у меня есть в клубе. То есть, тут бумажечки есть. Блядь, веб какая-то светлая. Вы не будете видеть фамилии игроков. Поэтому я сейчас сделаю немножко вебку потемнее. И мы узнаем, от кого мы избавимся. Я очень хотел бы избавиться от варана. Он, блядь, все абсолютно голы нам придется. Абсолютно. Каждый гол на его совести. Поэтому я буду очень надеяться, что именно варан пойдет нахуй. Итак, чуваки. Вот коробка, вот игроки. И посмотрим, кто же от нас уйдет. Мешаем, 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 мешаем. И вытаскиваем вот бумажку. Я вытащил и смотрим. Почему из всех, блядь, доступных игроков у меня именно Лакозет? Лакозет, вот видите, я надеюсь, что вам видно. Все заебись. Еще не совсем мы расстраиваемся. Потому что есть еще дополнительные условия. Это насколько матчи покидает нас игрок. Смотрите. Есть у нас бумажка с Квикселлом. Кидаем мы этот стакан. Есть бумажка с двумя матчами. И есть бумажка с четырьмя матчами. То есть, четыре матча, два матча или Квиксел. Итак, чуваки, бумажки тут. И, собственно, поехали. Поехали. Я не вижу, я ничего не смотрю. Я на следующий выпуск, наверное, что-нибудь поинтереснее придумать, чем маленький стакан. Пока что я не нашел ничего. И я вытаскиваю. Я вытаскиваю бумажку. И смотрим, что же тут написано. О, боже! Почему? Ну, сука! Твою мать! Ну, почему именно Квикселл? Сука! В общем, новые правила сыграли со мной в злую шутку. И от нас уходит Лакозет. Шесть игр, восемь голов, один ассист. Я не знаю. Я не знаю, опять же. Я до сих пор не могу понять, как такое получилось. Фантастический лонгшот забивает Лакозет. Лакозет, потом Эрнандес, потом снова Лакозет. И казалось бы, мы выиграем в итоге такой... Ладно, все, не буду опять мусульдить эту тему. Извини, Лакозет. Прости.